Наука Группа британских исследователей под руководством Ричарда Бивана из Университета Нью-Касла нашла способ выяснить, почему количество тупиков в одной из ключевых колоний Великобритании резко уменьшилось. Ученые обнаружили, что с 2003 по 2008 год колония птиц на островах Фарн уменьшилась с 55 до 36 тысяч особей. Ученые решили выяснить секрет уменьшения на треть популяции тупиков на британских островах с помощью специальных датчиков. Они с помощью спецклея прикрепляются к ноге птицы. Датчики передают информацию о местонахождении птиц, показывают, куда они отправляются зимой. Несмотря на то, что тупики хорошо известны, мы о них знаем очень мало. Я хочу распутать эту головоломку, используя новейшие технологии в наблюдении за поведением этих птиц. Хватка клея слабеет через 3-4 дня, и датчики отваливаются. Их могут потом обнаружить ученые. Снятые показания помогут понять, куда именно птицы летают, в чём причина миграции и каким угрозам они могут подвергаться. Датчики могут не только записывать координаты птиц в пространстве, но также время и глубину их нахождения под водой. Количество погружений во время охоты на мелкую рыбёшку. Датчики позволят изучить многие привычки тупиков, в частности, приёмы добывания корма и особенности ныряния за рыбой. Резкие изменения в численности птиц могли быть всего лишь результатом погоды прошлого года, но может оказаться, что будущие птицы в более длительной перспективе также находятся под угрозой. И возможную причину этого нужно обязательно узнать. Редактор субтитров А.Семкин